Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копейн. Доброе утро, Евгений. И у нас сегодня в гостях две прекрасные молодые женщины. Я очень рада, что вы ко мне пришли. Спасибо большое. Лене Треймане и Сонаро Брок. Доброе утро. Доброе утро. Не удивляйтесь, я сегодня буду вести беседу с двумя организаторами Рижского фестиваля «Рига Интернешнл Фильм Фестивал», «Рига ИФФ». Если вы знаете такую аббревиатуру, вам сколько уже лет фестивалю? Седьмой год. Седьмой год. И вы седьмой год, вот это каждый год придумываете и делаете. Да, придумываем заново каждый год. Это мы и так и говорим между собой, смеемся, что фестиваль надо выдумывать каждый год заново, потому что каждый год новое кино. И вот в этом году как раз все пришлось придумывать заново вообще. не ожидали, никто не ожидал, но да. Я скажу, почему я вас позвала. Программа вроде бы про театр. Мы пришли говорить про кино, да. Но мне кажется, что все-таки это настолько связанные вещи, и я почему вот сейчас тоже вспомнила и спросила, что мы вчера, например, встречались онлайн с актером из Литвы, и говорили одно другое, и вспомнили про фильм «Олег», который выходил. И вот литовский актер работал в латышском фильме, и это такая связь, которая дает возможность обмена творческими какими-то идеями, энергиями. И, конечно, актеры все путешествуют вне зависимости от стран, и вы можете столкнуться в фильмах с актерами из разных стран, как вот я знаю сейчас там Андрей Скейч снялся в российском фильме очень хорошем, с актрисами, которых я очень люблю, Ксения Рапопорта и Ани Чайповской. Ну, то есть это те люди, с которыми ты можешь встретиться и в театре, и в кино. И поэтому, и я знаю, что очень многие артисты рижские ходят к вам на фестиваль, потому что для них кино – это тоже способ, как бы сказать, увидеть что-то новое, что потом можно украсть и сделать у себя в спектакле. Ну, как все мы делаем, собственно говоря, мы находим какие-то интересные вещи и их так присваиваем. Итак, через две недели в Риге рассказывайте, что у вас опять ведь большая программа, у вас много направлений. Ну да, у нас много направлений, и, как всегда, программа большая. В этом году это 129 фильмов, но… Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Мы хотим кинофестиваль всё равно сделать вот таким большим, как всегда, но мы будем показывать фильмы и по интернету, онлайн. Ага, то есть у вас работа была такая, что вы права на это всё получили? Да. Ничего себе. Обычно мы никогда не показываем кино по интернету, потому что мы считаем, конечно, что экран кинотеатра – самое лучшее место, кинозал – самое лучшее место, где смотреть кино. Но вот в этом году вариантов нет, и как же все остальные мировые международные кинофестивали, мы тоже должны были искать другие каналы и формы, как кино показать своим зрителям. И кинотеатры в этом году, ну, вместимость кинозалов не такая, какая она была, немножко больше половины зала мы можем вообще делать. И поэтому мы будем провести фестиваль только в кинотеатре Splendid Palace, там два зала, и в Латвийской национальной библиотеке, в зале Зъедуаня, и на специальной платформе в интернете, которая сделана специально для кинофестиваля, для сеансов кинофестиваля. Это значит, что то, что когда человек покупает билет, если билет недоступен на кинотеатр, или, например, человек не хочет идти в кинотеатр, он живет там не в Риге, и ему неудобно сюда ехать, тогда он может купить билет на сеанс онлайн и тоже посмотреть вот в это самое время, когда другие люди смотрят кино в кинозале. Есть начало и конец сеанса. Это не так, как обычно мы… Он демант когда, да? Да, это не видео он демант. У вас прямо афиша жестко, да? Это фестиваль, да. Понятно. Но зато у вас есть теперь шанс увеличить свою аудиторию за счет людей, которые живут в других городах Латвии. На это мы и надеемся, что это хорошая новость. Хороший повод увидеть аудиторию. Я, кстати, тоже об этом очень много думала, когда вот сейчас весной очень много театров выложили свои спектакли в интернете, то, что вообще никогда, всегда недоступно. И я подумала о том, как прекрасно, что столько людей во всем мире могут это увидеть. Поэтому я тоже вам очень желаю того, чтобы… В нашем случае не во всем мире, потому что… Фильм-открытие будет. Фильм-открытие единственный, который мы можем… Расскажите о нем. Что это за шоу такое у вас будет во весь мир? Вот об этом я расскажу, но о всей остальной программе Сануар расскажет лучше. Но наше открытие фестиваля очень необычное. Мы будем делать киноконцерт. Это не просто сеанс фильма, это будет фильм и концерт. Да. С озвучанием, да. Да, с фильмом, с озвучанием. Мы это называем киноконцерт, потому что вот это то и есть. Это будет Splendid. Это будет Splendid Palace в большом зале. 15 октября. Я должна сказать, что билеты на кинозал уже выкуплены. Так. Но люди везде, везде по всему миру могут это смотреть в онлайн. А Лосан? Ты же рай, да? Да. То есть это вообще безграничная история? Это будет прямая трансляция во всем мире. А что вы будете показывать? Это будет самый ранний сохранившийся фильм, сделанный в латвийской территории, который тогда это была Российская империя. И это 1913 год. Мы даже не знаем режиссера этого фильма, но это трагическая любовная история. Черно-белый немой фильм, да? Черно-белый немой фильм «Где правда?» или второе название «Трагедия еврейской курсистки». Ой, боже мой. Как это звучит? Где правда? Где правда? Ну, это уникальная возможность видеть Ригу тех времен, там кафедрал и мостик около оперы. И также это очень интересно, потому что это актеры театра того времени, это не киноактеры, и они как бы не очень привыкли к кинокамере, они играют немножко смешно, хотя бы это трагедия, но всё равно они такие. И это снималось не в закрытом павильоне, но на улице вообще. На натуре, да? На натурной съёмке просто вызывается. Там как бы комната, там две стены комнаты, но можно увидеть, как ветерок как бы дует на скатерти, на цветы в вазе. И как-то такой очень интересный фильм. Она просто только что реставрировала. Да, я хотела спросить, что ты реставрировала. Они там всё прочистили, всё сделали так. То есть у вас премьера обновлённой версии, обновлённой копии, я бы так сказала. Да, именно так. Оцифрованная, отреставрированная. Копия того старого фильма, который первый фильм латышский. Ну, первый, который сохранился. Да, первый, который сохранился. Потому что мы так думаем, что там ещё было, я думаю, что даже не один и не два там фильмов. Но это самые старые, которые мы можем показывать в кинотеатре в полной длине. Наш исследователь, редактор каталога, вчера мне сказал, что она исследовала. И это реально самые ранние. Самые ранние, да. Ну да. Потому что ничего там перед этим фильмом не было. Ну, нет информации никакой, да? А вопрос, кто же будет тапёром? Ну, тапёр – это музыкальное сопровождение, да? Это тоже что-то какое-то интересное у вас решение? Да, будет два композитора, два исполнителя – Артур Слепинч и Якобс Нейманис. Они оба сейчас работают над музыкальным материалом. И они оба будут на сцене и будут исполнять эту музыку. Будет очень интересно, очень интересные инструменты тоже будут использоваться. Это будет современная музыка, да? Современная музыка, да. Это будет электронная и живая музыка, всё вместе. И инструменты, которые, например, Якобс Нейманис сам делал. Так что будет на что посмотреть и что слышать. Подключайтесь. Это прям нужно обязательно, мне кажется. Это удивительно. LSM.lv Так, поэтому, когда меня спросят в следующий раз, почему вы мне сегодня в программе про театр это рассказываете, на самом деле это большой перформанс вы устраиваете, да? Перформанс на открытие. Хорошо. Ну, тогда поговорим ещё о программе. Вот 15-го у вас такое большое событие, и потом начинается рабочий процесс фестивальный. Да, тяжёлый рабочий процесс. Это 11 программ, там несколько конкурсов и вне конкурсные программы. Ну, а конкурс у нас регионы, стран вокруг Белого моря. Белого моря? Балтийского моря. Это будет интересно, это концепция. Балтийского. Ну, на самом деле, Белое море, конечно. И это 8 фильмов из Латвии, из России, из Дании. И это единственная программа, которая будет показываться только в кинотеатре. Потому что мы считаем, что эти фильмы мы должны смотреть там, в кинозале. Там очень важны эти кинематографические качества. И сейчас вот держим, как бы надеемся на то, чтобы не закрыли фестиваль. Не фестиваль, а кинотеатр. Потому что, ну, пусть это будет половина кинозала, но они смогут... И в масках, может быть. И в масках, но они смогут посмотреть. Мы будем соблюдать все ограничения. И будут 2 метра между зрителями в зале. И никакие толпы в кинотеатре не будут. И весь персонал, конечно, будут в масках. В специальных приспособлениях, я бы сказала так. Так что об этом мы очень серьезно думаем, и планируем, и работаем. Так что об этом бояться не надо. И тоже на этот год мы современных интернашнел-гэстс? Международных. Международных современных гэстс. Вот в Риге не будем приглашать. Ну да, потому что все равно надо сидеть в этом, в изоляции. Да, в карантине. Но они, множество из них согласились записать такой видеопривет. И мы будем это показывать перед началом. Перед началом. То есть авторы фильма все равно будут присутствовать во время показа. Так что это тоже такой бонус, потому что большая часть из них бы не смогла приехать. Да, у вас тоже расширяется. На самом деле я вот об этом много думаю, что с одной стороны это ограничение, а с другой стороны столько возможностей каких-то новых появляется, которые от безвыходности люди находят новые варианты. А потом оказывается, что ого, а у нас-то онлайн вместо одного гостя будет 14 гостей или больше. И все откликаются, и все что-то как-то хорошо делают. Поэтому у нас девиз в этом году фестиваля «Owning the unknown» – «Абзинут на зинамуа». По-русски, не знаю, как переводится. Но то, что мы не знаем, мы не можем, не надо бояться от того, что мы не знаем. Мы все равно как-то найдем способ сделать фестивали, пригласить гостей, посмотреть фильмы. И это относится как к всей жизни. Ну вот это та тема, которую обсуждают во всем мире на самом деле, что ограничение именно в части культурных мероприятий, оно вызывает массу вопросов. Ну, одно дело… Сейчас, конечно, меня растерзают всякие концертники. Одно дело стадион, на котором огромное количество зрителей на концерте или на спортивном мероприятии. Хотя там на спортивном тоже можно сажать половину как-то людей. Потому что, по-моему, весной это было ужасно, когда какие-то футбольные матчи игрались онлайн. Это прям было как-то так трагично для меня на самом деле. Но все-таки публика, которая ходит в театры, публика, которая ходит на фестивальное кино, я не говорю там про блокбастеры какие-то американские, публика, которая не случайно, которая заранее покупает билеты на такие вещи, она все-таки обладает ответственностью за свои действия, я так назову. И мне кажется, если призвать зрителей к какому-то дополнительному, пусть неудобству личному для них, но для того, чтобы сохранить, собственно, возможность показов, я вот была в начале сентября в Вильнюсе на премьере спектакля, когда еще все было открыто. Я поехала специально, чтобы посмотреть, потому что это был тоже удивительный спектакль, с очень много видео внутри. И там уже были маски с августа месяца в Литве. И я в маске захожу в зрительный зал, понимаю, что я задыхаюсь, очки мои запотевают, и я думаю, боже, спектакль идет 7 часов, я не выдержу. Но я выдержала. И более того, я забыла про маску в какой-то момент. Это полчаса, когда тебе кажется, все мешает, а потом, если ты смотришь что-то интересное, ничего не мешает, никакая маска, ты забываешь про нее. Ну, как бы это не мешает абсолютно. Да. Мне кажется, это вариант. Если на это философически смотреть тоже, если мы говорим о программе и фестивале, тогда мы все время говорим, что надо выбирать фильм, который немножко, может быть, пугает. Или просто надо это делать, потому что это фестиваль. И фестиваль для того, чтобы люди могли узнать новое кино для себя. И сначала, может быть, кажется, что это что-то непонятное, но вот после 7 часов. Ты понимаешь, что ко всему можно привыкнуть. Да, и что тебе это нравится, может быть, даже. Да, но если мы возвращаемся в программе, все-таки, да. Мы очень рады, что у нас в программе даже 3 фильма из Венецкого кинофестиваля, который только что закончился. Вы поймали участников программы Венецианского фестиваля. Да, и из конкурсной программы. Это Иван Твердовский, например, фильм «Конференция», которая, я бы сказала, тоже очень связана с театром. Как бы эта вся постановка фильма, она очень-очень близка к тому, что мы можем пережить также в театре. И мы показывали его фильм «Зоология» также в конкурсе несколько лет назад. Так что мы очень рады, что к нам режиссеры возвращаются с новыми фильмами. И это также та же самая актриса, которая была в «Зоологии». Да, Наташа Павленкова, да. И вот эти дуэты мне очень нравятся, потому что это видно. Люди когда сохраняют вот это вот, да, отношение друг с другом. И это видно, что они очень тонко уловили то, что режиссер говорит. И это вообще такой, как бы с одной стороны, очень простой фильм, но с другой очень сложный фильм. И в конце ты просто понимаешь, что это, ну, трудно поверить тому, какая вот режиссерская капоцитата, какая профессиональность обладает этот молодой режиссер. Да, он же сделал класс коррекции. Но это продюсер еще, Наташа Макрицкая. Признаюсь, моя приятельница, подруга была. У этого фильма другие производства. Да? Да, молодые. А, Макрицкая еще кого-то выпустила параллельно. Да, да, да. Я знаю, что Наташа делала с ним и класс коррекции, и потом «Зоология». Это были ее фильмы. Но Наташа Макрицкая, если можно, я о ней скажу, чтобы тоже мы понимали, из кого выросли. Мы ее фильмы тоже показывали. Да, что из кого это выросла. Она тоже наш любимый продюсер. Она один из первых фильмов. Ее был, по-моему, как раз изображает жертву Кирилла Серебряника. Да. Поэтому она такая очень интересный человек сама, и вокруг себя собирает всегда очень интересных режиссеров. Да. А Наталья Павленкова, которая сыграет в фильме «Конференция», чтобы вы обратили внимание, она – это актриса, которая работала в театре Станиславского долгие годы, и вот уже много лет она является постоянной актрисой, хотя там постоянный кастинг, но вот то же самое, сохраняют каких-то актеров в Театре нации. Она играла в имперспектакле Боба Уилсона, она играет очень во многих спектаклях, я даже сейчас не могу перечислить, но она вот очень во многих спектаклях Театра нации играет, с самыми лучшими режиссерами Европы и мира работает. Поэтому обратите внимание на это кино. Тут я говорю нашим русским зрителям, потому что это очень хорошее русское кино, очень хороший режиссер и прекрасная актриса. Да, это так. И только что из Венеции. Да, и только что из Венеции. Можно держать руку на пульс, что происходит из мира. А что еще у вас из Венеции? Из Венеции у нас будет фильм Карло Хинтермана, который продюсировал Теренс Малек. И другие фильмы Теренс Малека продюсировал Карло Хинтерман. То есть они как бы сейчас обменялись ролями, и вот этот почерк Малека очень чувствуется в этом фильме. А как называется? Фильм называется «The Book of Vision», «Гнига о видении». И это такое смещение времен. Молодой врач, она тяжело больна, и она должна решиться оставить ребенка или нет. И она же читает такую очень-очень древнюю историю болезни, и через этот фольянт она погружается в историю. Может быть, это ее видение. Может быть, это действительно древние какие-то происшествия, и там она живет совсем еще другую жизнь. И это очень связано с какой-то женской интуицией, которая даже принимает какие-то физические формы. Это такая черная дяготь или что-то такое в лесу, которое как бы… это живущие деревья. Это как бы эта женская сила, она там принимает физический облик. Немножко от ведьмы. Немножко от колдовства. Но это не фильм ужасов. Это фильм про то, что медики забыли про то, что человек не только тело, но и душа. И они перестали обращать внимание на эту еще другую Тогда я сейчас прямо вслед. Я буду все время делать какие-то коннотации с театром. Я можно вслед сразу скажу, что в театре Далес случилась премьера Гатти Шмидтс. Вот сейчас новый спектакль сделал, который называется «Врач», и который очень тоже пересекается с этим. Потому что когда человек вдруг тоже действительно забывает, что пациент – это не только болезнь, это еще и люди, которые около него, это его образ жизни, это его привычки, пристрастия. И все остальное с этим надо как-то считаться. Очень интересно, как все пересекается. Да, и это как бы вот эти идеи, которые сейчас циркулируют в разных работах, в разных фильмах. Это просто поразительно, как они близки один к другому. И как бы, да, так же они как бы как зеркало отражают то, что вообще сейчас происходит в мире. И может быть, это для кого-то даже работает как терапия, если очень сложно как бы сожиться с тем, что происходит, если есть какие-то страхи, какие-то… Ну как-то не так ты себя чувствуешь, ты можешь пойти в фильм и посмотреть, что вообще-то люди про это тоже думают где-то еще в другой части мира. Да, только артисты отличаются от обычного зрителя тем, что они… Ну артист, я имею в виду вообще, да? Да. Созидатель художественного продукта отличается тем, что он умеет это все облечь в художественную форму и передать публичное пространство. Если каждый человек об этом задумывается, то артист умеет это сформулировать, придумать, создать продукт и показать его нам. Ну и третий фильм из Венеции, это даже у меня не записан, потому что он в самую последнюю минуту попал в программу. Это фильм Уберто Пазолейни, это очень интересный режиссер, который… Его дядя Лукино Висконте, а он Уберто Пазолейни. Вот такая игра фамилии. Для киноманов понятная. Для киноманов, да, это так. И у него есть тоже такой поразительный талант делать тихие фильмы про большие темы. И этот фильм называется «Новая специал». «Нигде особенно». «Нигде особенно», да, можем так перевести. И это в главной роли как актер? Нортон. Джеймс Нортон. Джеймс Нортон, который знаменитый сейчас актер. Играет… Он даже играл святого отца в детективном сериале. Может быть, люди знают его по этой работе. И он играет молодого парня, молодого отца, у которого есть маленький сын. Жена его оставила. Уехала обратно в Россию. Да, альтура не знали. Да, потому что ей очень трудно жить в Англии. Уехала обратно. И он очень болен. У него практически осталось совсем немного. Несколько месяцев. И он ищет новый дом для его сына. Новую семью. Новую семью, да. И как бы социальные работники его приводят, всякие семьи, они там разговаривают. И он смотрит реакцию маленького сына на всё это. И ему надо как-то соблюдать спокойствие, чтобы не волновался. Не напугать ребёнка. Чтобы не напугать ребёнка. Но в то же время это ощущение, когда ты смотришь этого фильма, очень такое глубокое. И близкая потеря её сознания, да? Ну, очень тяжёлая тема. Но мы тоже с Сонорой говорили, что это ощущение очень светлое. Фильм не тяжёлый. Он тяжёлый. Тема тяжёлая, но фильм сделан очень светло. Очень умно. Очень умно, да. И это фильм про любовь. Не про смерть, а про любовь. Про любовь отца и ребёнка. Это тема, которая не очень распространена в искусстве. Потому что, ну, да, там мама, ребёнок, мы всё это понимаем, видели. Но это фильм про одинокого отца и его ребёнка. И такое, ну, мы очень рады, что мы успели ещё. Хорошо, а я спрашиваю, у вас же есть программа, у вас, я помню, что у вас есть такая программа, когда дети смотрят кино. И что у вас? Можно мы про это расскажем? Да. Потому что развлечений для детей не так много, для семейного тоже маловато. А что у вас будет в этом году? Там будет четыре полнометража из Северной Европы. Это фильм про девушку и бабушку, и бабушка, которая больнеет Альцхэмером. Но мы это, как бы, это постепенно всё, постепенно мы всё узнаём. И это такой, ну, это не фильм, это какая-то драма тяжёлая. Это фильм для детей всё-таки. Он смешной даже, да? Он как бы позволяет так подумать об этом, ну, а что случается в семье, есть ли вот такая ситуация. И эта девушка, она сразу не понимает вообще, что происходит и что с бабушкой, почему она такая немножко изменилась. Да, чудная. Ещё у нас будет такой шведский блокбастер, как бы такой «Привет, Астрид Лингрен», про мальчика, которого зовут Сууне. И это даже два фильма. Они сделаны по книгам, как бы по мотивам книг, которые очень также популярны в Швеции. И это Сууне «Бестмен» и Сууне «Против Сууны». Тоже ещё один мальчик, которого зовут Сууна, это, конечно, уже… Такие два зеркальных типа, да? Да, ну, как бы это такой, да, парень с светлыми волосами, он как бы всегда где-то попадает в какие-то ситуации. Ну, я думаю, что латышский зритель тоже как-то поймёт это так же, как, я думаю, так же, как фильм «Сделанный Латвией», потому что менталитет, он как бы довольно близкий. Мне кажется, про детей вообще это люди потом начинают обрастать какими-то привычками, как бы сказать, какими-то… Свойственными для этого региона. Да, 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 какими-то вещами, да, и со временем. А дети-то все, как ни соедини, они все одинаково тебя ведут, и одинаковые у них ситуации. Поэтому будет детская программа. Будет детская, но это будет только онлайн. Это будет как раз только онлайн. Это будет полнометражный фильм, только онлайн для детей уже как бы первого, третьего класса. Но для самых маленьких у нас есть, как, я думаю, почти каждый год мы празднуем премьеры «Тряпочек». Эти анимационные фильмы студии «Атомарт». Это… Режиссер Эдман Тянцанс. Да, это анимационный коллаж, который сделан… Это всякие там… Это перекладка, да? Вот то, что мультфильмы делают перекладкой, когда на столе что-то лежит. Ну, как аппликация, да, да, да. И перекладывают, и он оживает. Там носок, там перчатка. Они все живут вместе. У них там всякие разные вещи учатся делать. Они будут завтракать. Они будут считать время и путешествовать. Носки и перчатки будут завтракать. Да, да. Но эта премьера как раз будет происходить в кинотеатре. Это единственный сеанс программы для детей, который будет в кинотеатре. И онлайн тоже самое время. Но да, сколько это премьера и большой праздник. Но на него еще можно купить билеты в Риге? Можно. Так что смотрите программу и приходите на премьеру мультфильма в рамках Рижского международного кинофестиваля. Что еще интересного? Так. А вот у вас, я помню, была программа, которая мне очень понравилась. Вы делали какие-то показы. И у вас было объявление какое-то время назад. Потому что я читаю ваши все обновления о том, что можно подать аппликацию к вам. Какие-то музыкальные. Кто-то снимает музыкальные ролики каким-то группам или что-то еще. Балтийский какой-то. Что это у вас? Расскажите мне про него. Одна из программ, конкурсных программ. Она уже с нами с самого начала. Большой конкурс полнометражного кино. Потом у нас есть конкурс караметражного кино. И вот конкурс Baltic Music Video. Baltic Music Video. Да. Это видеоклипы музыкальные, снятые, сделанные в балтийских странах. Эстония, Латвия и Литва. И те группы, которые здесь что-то играют, если они снимают музыкальные видео на свои песни, то они могут отправлять вам, и вы берете это в свой конкурс. Группы могут, и могут режиссеры, которые делают эти клипы, которые мы считаем тоже кино. А музыка должна быть... А музыка... Это принцип такой, я хочу просто уточнить. Это музыка, которая... Группы, которые здесь в Балтии, или это, например, человек живет в Балтии и снимает немцев. Он тоже вам может дать? Самое важное, что режиссер балтийский. Ага, чтобы режиссер принадлежал Балтии. Это не музыкальный конкурс, это класс клипа. Режиссеров здесь. Понятно, интересно. Ну, это обычно всегда такое, да, большое мероприятие, где все приезжают, присутствуют. Да, это большое мероприятие, и не только сеанс клипов, и присутствуют жюри, и все группы, и все режиссеры из Балтии. Но, к сожалению, в этом году мы их будем встречать на экране только. И онлайн тоже. Но сам сеанс будет происходить в кинозале. Так что местные группы и режиссеры, и жюри, да, все будут в зале. Хорошо. А что еще особенного расскажете? У вас же еще какие-то программы есть там внутри. Вы же придумываете все время какое-то... У вас конкурс полнометражный, конкурс короткометражный, вот Балтик Мьюзик Видео. А что еще у вас? Наверное, надо отметить нашу ретроспективу, которую делал Петер Скриловс, режиссер. Тоже театральный режиссер. Тоже театральный режиссер. И это будет программа «Чехская новая волна». Фильм из 60-х. И все эти фильмы тоже недавно реставрированы Чехским национальным архивом. И если, например, там «Бал пожарников» был показан уже тут, тогда остальные, например, «Криматор» Юра Яхерца или «The Diamonds of the Night» «Алмазы ночи» Яна Немеца. Это просто создание искусства, которое только сейчас будет отпраздновать свои премьеры в Риге на большом экране. Так что и также «Интимное освещение» Иван Пассер, где, например, там в одной из ролей жена Милоши Формана, который режиссер «Бала пожарников». Так что это подобранная, я думаю, что очень интересная вот такая. То есть режиссер Петер Криловц сделал вам ретроспективу про 60-е. Да. Те фильмы, чешские фильмы, которые повлияли на многое. И «Чешская весна», и там же все это пересекается. И «Пражская весна». Да. Все это пересекается. Это как раз и есть, да, 67-й, 69-й. То есть это как раз вот в то время. И для Петереса очень интересный был короткометражный фильм «Незваный не гость, а хозяин». «Незваный хозяин». Это короткометражный фильм. Это студенческий фильм. «Власть имела Венцлика». И это 69-й. То есть они сделали короткометраж про то, что там обычная молодая семья, и приходит такой мужик с чемоданом и говорит, вот, здрасте. Я теперь здесь буду жить. Я буду вашим хозяином. И они такие, что вы? Политическое кино, я бы сказала. И потом они понимают, что у соседей тоже пришел такой же хозяин. Они не могут ничего вообще сказать. И он говорит, вам повезло, я вас бить не буду, как соседи. Так что, да, это было очень интересное такое открытие. И перед каждым сеансом на «Ингейну Аверитес» программы Петер Скриловс будет тоже выступать на сцене перед сеансом и говорить об этих фильмах. Ну, тоже будет отдельный перформанс. Да-да. Я так думаю. Это так. Девушки, простите, время пролетело так быстро. Я посмотрела на часы, я так думаю, так, сколько у нас еще времени, а его уже и нету. Спасибо вам большое. Скажите, где смотреть, где информацию? С «Блэндед Пэлэс» афиши висят? Знаете, лучше всего пойти на наш сайт. Скажите всем. «Рига» и «ФФ.ЛВ», но эти программы маленькие, тоже большие каталоги, которые вообще… Уже впечатлены, да. Как журналы. И там все описания фильмов, картинки и вся техническая информация. Эти материалы мы будем на этой неделе распространять… По всей Риге, да? По всей Риге, не только Риге, но тоже в других городах Латвии, поскольку… Да, теперь у вас есть онлайн. Да. Но я думаю, что если не найдется эти программки, тогда можно пойти на наш веб-сайт. «Рига.ИФФ.ЛВ». Там все. Там трейлеры, фотографии, описания, времена сеансов. И там же можно нажимать кнопку «Покупать билет» и в кинотеатре, и в онлайн. Я еще раз спрошу, что на тех показах в кинотеатрах все переводится на латышский и русский язык. Не все, но в этом плане, в плане сеансов указаны все языка. Ну, то есть вы можете выбрать себе. Да. Ну, потом вы показываете на языке оригинала как фестивальный. Это у всех фильмов будут английские субтитры или английский перевод в наушниках, но это тоже указано везде. Но есть фильмы на русском и есть фильмы с русскими субтитрами. Так что это все можно найти в этом плане. Можно все увидеть и посмотреть. Или приходите слушать хорошие английские, читать английские титры. Да. Потому что молодое поколение точно все может прийти. Но можно и, если кто-то знает чешский язык или финский, тогда тоже. Да, да, да. Пожалуйста, пожалуйста. Есть много вариантов изучения языков через кино. Мне очень нравится самой слушать все эти языка. Это так хорошо, что мы не дублируем фильмы. И слышно голос актера настоящий. Да, это так. Это очень всегда важно, мне кажется. Можно я в конце программы поздравлю двух людей театральных? Ну, мы тоже. Присоединяйтесь. У Гуны Зарени сегодня день рождения и у Элмарса Синькова. Ну, прекрасно. Поздравляем. Просто обратите внимание на спектакли, которые поставил Элмарс, и на спектакли, в которых играет Гуна. Ходите в театр и планируйте большое киноприключение в Риге и онлайн с Рига Интернешнл Фильм Фестивал. Да. Заходите на сайт, смотрите. И я очень рада за своих друзей из Москвы, которые покажут здесь свое кино. Конференция на поле. Да, в программе фестиваля. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое, Елене. Ну, и до встречи. До встречи. Спасибо.